Часть местных украинских элит, назовем их так, в лице крупного бизнеса, во многом поддерживают гражданскую войну в Донбассе. И от этого они получают как минимум убытки, а как максимум разорение и долговую кабалу перед западными кредиторами. Вот откуда такая кажущаяся, на первый взгляд, недальновидность и планируют ли они восстанавливать государство? Ничего себе, они зарабатывают на этой войне, они тырят военные бюджеты. Они зарабатывают на всем, что шевелится, на справках с людей, которые покидают оккупированные территории, на блокпостах, на всем. Нам всем, на чем можно заработать, наши замечательные элиты зарабатывают на этой войне и чувствуют себя прекрасно. То вывести эту войну до последнего украинца, им-то там не погибать. А остановившаяся промышленность? Оно их волнует. Они имеют доступ к другим источникам дохода. Что им-то промышленность, если они могут теперь напрямую тырить из бюджета и не заморачиваться? А если говорить о населении, его значительная часть, население, да собственное предприятие, особенно крупных, закредитовано в коммерческих банках. Вот обвал в три с половиной раза курсы валюты, да еще и при остановившейся экономике, да и массовой безработице, делает кредиторов неплатежеспособными. Вот робкие попытки кредитных майданов ни к чему не приводят. Вот исходя из банковских реалий, какая участь ожидает имущество заемщика? Простите, а кто-то им бегал за ними с топором, заставлял их брать кредиты в валюте. Они что, не знали в какой они стране живут? Они что, получают доходы что ли в валюте? Нет, они получают доходы в гривнах. Они самонадеянно думали, что если процент в два раза ниже в валюте, то надо брать в валюте. До них не доходило, что их заманивают в мышеловку. Но с другой стороны, что у них отбирать и кому надо? Это отобранное. Цены на недвижимость попадали. Недвижимость никому не нужна. Рынок стоит. У кого чего отбирать? Особенно если эта недвижимость находится где-то там в зоне боевых действий или еще приятнее где-то там на оккупированных территориях. И что ты с этого поимеешь, называется. Но банкиры возрадовались. Они не отдают депозиты. Сколько там? Более 40 банков уже обанкротилось только за время руления страной новой честной властью. Обанкротили. Обанкротили, естественно. Не, ну собственники банков в накладе не остались. Они своевременно вывели свои активы, они просто кинули депозитчиков. Что касается кредиторов, то сколько бы они не мутили майданов в обществе, их позиция понимания не находит. Их считают лошарами жадными, которые взяли в кредит что-то там в долларах по курсу в два раза ниже, вернее по полупроцентной ставке в два раза ниже, чем те, кто брал в гривнях. И теперь, собственно говоря, никто не сочувствует. А депозитчики вообще им плюют в лицо и говорят, это из-за вас. Нам не отдают наши депозитики-то. Вот так. А как вы думаете, есть ли у населения шанс вернуть депозиты? Хотя бы хоть даже обесцененные. Ну скажите, ну что им компенсирует с этого фонда гарантирования вкладов? Ну ровным счетом ничего. Копейки какие-то разве что. Ну так. Так что люди, которые связываются с нашими банками, они должны были знать, с кем они играют в азартные игры. Это лотерея, с которой не успеешь спрыгнуть до побачения. Больше ты своих денег не увидишь. Хранить деньги надо в стеклянные банки, за рыной на огороде, по старому дедовскому способу. Пока наша страна не станет чем-то нормальным. Но шансы на то, что она хоть когда-то станет нормальной, тают исчезающе. В чьих интересах, по-вашему, нацбанк обвалил 3,5 раза курс валюты? Собственных, конечно. Те, кто знал, когда ломанется курс, те на этом и заработали. Просто дело не в том, сколько стоит та или иная бумажка, зеленая или наш фантик. Главное знать, когда это случится, чтобы своевременно остаться в том или ином кэше. Вот так. И те, кто знает, когда рванет курс, конечно, запаслись долларами по низкому курсу. Потом скинули их чуть ли не по 40, а теперь снова купили по 22. Профит в два раза. Красота. Ну, это, скажем так, на низовом уровне, а на более высоком. На низовом. Так нам на более высоком, собственно, и заработали. На низовом заработали барыги, которые угадали. На верхнем уровне заработали наши хуньтята, которые прекрасно знали, когда именно Гонтарева обвалит гривню. И когда ее снова чуть-чуть приподнимет. Вот они заработали, причем миллиарды. А разоренными оказались сонмища наивных, которые они подрассчитали с курсом. А вы полагаете, что они действовали в сговоре? Безусловно. А как же? А в чем же еще они действовали? И заранее планировали обвал. Ну, естественно. Им же надо было вдвое увеличить свои доходы и накопления. А что для этого надо? Всего лишь побаловаться на рынке. А по-вашему, достигнут ли предел падения курса? Нет, конечно. Все впереди. Сейчас сдерживаются курсы искусственные. Но когда настанет время, когда народ привыкнет к такой вот шаткой стабильности, они снова обвалят и снова заработают. Это как же. Причем о том, когда это случится, знают только эти мрази. Гонтарева и те, кто дают ей команды. А кто дает ей команды? Как кто? Порошенко. Я думаю, что все остальные хунтята тоже в теме. Иначе бы они вякали гораздо громче. Насколько по-вашему сегодня Украина зависима от подконтрольных штатов и Федеральному резерву вот этих наднациональных мировых институтов, таких как МВФ, ООН, ОБСЕ и так далее? Украина полностью утратила свой суверенитет и находится под прямым внешним управлением, начиная от сявок в нашем правительстве иностранцев и заканчивая тем, что СБУ полностью рулит ЦРУ. Вот и все. Страны больше нету. Осталась территория с только формальными признаками государственности. Если это именно то, за что товарищи прыгали на Майдане, они могут быть довольны. Вон как раз сейчас собираются проект. Дворца профсоюзов презентовали в форме женского полового органа. А вот это примерно то, чем накрылась страна в результате майданных прыгалок. Все нормально. А какие по-вашему интересы штатов здесь на территории Украины? Ну я видела там Ротшильды скупили все суверенные облигации. Вроде как, ну что, скупить, превратить страну в Африку. Посмотрите, что делают в Африке корпорации. Сгоняют людей с земли, повышают урожайность. Но людям от этого ничего не остается. Я думаю, что в Украине как раз эта судьба и уготовлена. Иначе зачем было здесь все разваливать? Господин Фирташ, находясь в Вене, будучи арестованным, собирает международную конференцию каких-то доноров с участием западных. Украина из кризиса за 200 дней. Да-да-да-да-да, читала, смеялась. А на что направлены такие мероприятия? Ну не знаю, у него там суд. У него там, по-моему, суд. Агласка такая международная? У него суд, по-моему, 30-го кого-то, апреля, насчет экстрадиции в Штаты. Вот он как-то, наверное, готовится по мере сил. Наверное, не хочет экстрадироваться, потому что там уж какой-нибудь локальный Агуантанамо запрут. В лучших демократических традициях зажмут детородный орган, вытрусят всю информацию и оберут как липку. А как он хотел? Так ему и надо. Так и надо всем нашим олигархам. Потому что человек сам по себе ничто. И вся его ценность лишь в том, что он сделал для своей страны. Что эти мрази сделали для своей страны? Повергли ее в руины. А если за человеком не стоит его семья, его государство, какая-то крупная институция, то человек ничто, даже если у него миллиарды. Вот, например, Эфирташ, мы как раз на это и смотрим. Это здесь он большой человек. А для австрийцев он мразь и подонок, ограбивший собственный народ, разломавший собственную страну вместе с Левочкиным другом своим. И поэтому они его посадили под домашний арест. И 125, по-моему, миллионов евро. И глядишь, еще и выдадут штатам. А уж штаты что с ним сделают, Люба дорого будет посмотреть. Если за тобой не стоит крутое, мощное государство, ты никто, каким бы мегаолигархом ты не был. А за ними что стоит? Украина, которая под внешним управлением. Ну, извините, ребята, за что боролись, на то и напоролись. Так им всем и надо. На фоне гражданской войны и антироссийской истерики в местных коммерческих СМИ. Совершенно опускается тема краха экономики и финансов. А на дворе весна. И украинский агрокомплекс входит в посевную. Да, входит. По-вашему, какие риски у аграриев? И все-таки это как-никак продовольственная безопасность? Никто туда в посевную особо не входит, потому что по таким ценам на горючку сеется довольно-таки глупо. Я вот поговорила с рядом своих знакомых аграриев. Они говорят, да ты что, мы лучше под паром в этом году землю поддержим, потому что горючка вообще нереально дорогая. Даже у кого есть горючка, говорят, хорошо, мы посеем. Но мы вряд ли распорядимся посеянным, потому что голодный люд к осени просто сожрет урожай на корню. А инвестировать еще и в защиту полей, это малореально. Кроме того, где вообще гарантия, что у нас не отожмут уже готовый урожай. Потому что новая власть, это совершенно конченные отморозки, вон уже сколько на них трупов. Такие прыгри самогубства просто вот пачками. По-вашему, вот как говорят власти, самоубийство чечетова. Кому это было выгодно и почему именно оно? Какое самоубийство, бог с вами. Какое самоубийство? Ну, это же просто смешно. Ну, вот тут-то не скроешь. Все, кто видел положение тела после приземления, прекрасно понимают, что он выпрыгнул не сам. Поэтому эти сказки, пусть они рассказывают кому-то, кто не в курсе, как соотносить высоту падения, время пребывания к полете и необходимое положение тела. Хорошо, а почему именно он? Очень много знал. Помните, как в фильме «Бриллиантовая рука»? У меня был один друг, покойник. Он говорил, я слишком много знал. Точно та же история и с застрягившимся регионалом Мельником. Он тоже слишком много знал. Я так понимаю, это не последнее прыгра самогубства. В стане бывших регионалов? Ну, в стане тех, кто вообще был связан с олигархатом. Вы посмотрите, плюсы смотреть невозможно. Вот прямо вот Коломойский такой борец с Кучмой и Пинчуком, что просто вот майка заворачивается. Зато вот когда мой муж возбуждал уголовное дело против Кучмой в 2002 году, что-то не было среди желающих его защитить или сказать хотя бы слово в его пользу товарища Коломойского. А сейчас вот резко Коломойский вспомнил, что он взятки давал, и гнобили его страшно. Просто ужас. Смотришь, и сердце кровью обливается. Не менее катастрофическая ситуация и в промышленности. Это я по отношению к сельскому хозяйству. Она кормит не только работников предприятий, но и смежников, и разнообразные там обслуживающие структуры, юридические, консалтинговые, аудиторские и так далее. Вот глубина социальных последствий диверсионной деятельности нашей финансовой и экономической власти. Ну пока что они живут по принципу нам бы носить простоять до день продержаться. Им до дверок. Их главная цель стырить кредиты и смыться до того, как их сожгут напалмом и шинами. Поэтому они хватают все, до чего могут дотянуться. Что будет завтра, их не волнует вообще. Никаких даже намеков на реформы нету даже близко. Это дошли до того, что объявили прибыльными организациями ОСББ. Это же просто уму непостижимо. То есть это калечные шакалы, которые покушаются на последние. Пенсионеров обложили налогом пенсии. Но это полный бред и беспредел. Но им на все наплевать. Пока еще народ на нисходящем тренде. Пока еще есть куча фанатиков, которые верят в новую честную власть. Потому что надо потерпеть и все наладится. И должно пройти время, прежде чем самые упоротые прыгуны с Майдана поймут, как их развели. А это время еще не пришло. Поскольку государство не выполняет свои финансовые обязательства перед гражданами. Разве только финансовые? Как минимум финансовые. Вот имеют ли граждане, пусть хоть моральное право, также не выполнять в свою очередь свои обязательства? Ну, граждане примерно так и делают. Налоги не платят, кому науку не платят. А что еще могут сделать граждане? Они примерно так и делают. Имеют они на это право? Конечно имеют. Государства больше нет. Государства просто больше нет. Это что за государство? Которое с пенсии, с копеек у стариков берет налоги. Которое лишили детей соцвыплат. Которое гнобят переселенцев, заставляя их какие-то там отметки делать. Которые лишают людей их собственных пенсий. Которые валают за единую краину. А сами дискриминируют огромное количество населения. Про репрессии я вообще молчу. Но видите, судьи не стали закрывать своих коллег. Наверное, братки испугались. Социальная катастрофа требует от местной верховной тусовки. Еще большего отвлечения внимания населения от поседневных проблем. Для этого все украинские СМИ традиционно одурачивают массы информационными помоями. А еще и вдобавок токсичными. Если можно так выразиться. Эффективны ли еще такие информационные методы? И к чему может прибегнуть эта тусовка в ухушающихся условиях социального геноцида? Они совершенно скояно зальют страну кровью, если им это будет выгодно. Вот общаешься с людьми один на один. Говоришь им, вы говорите, Россия агрессор, вы говорите, Россия враг, и Путин вот-вот нападет. Посмотрите, у нас есть с Россией договор о дружбе и сотрудничестве. Вы слышали, чтобы хоть кто-нибудь из тех тварей, которые валают про агрессию, сделал хоть какую-то попытку денонсации данного договора? Говорю, обратите внимание, у нас самый высокий уровень дипломатических отношений с Россией. Чрезвычайных и полномочных послов. Вы что-то слышали о попытках понижения данного уровня? Так нет, самые упоротые, вот даже не обращают внимания на то, что наш замечательный президент наращивает производство вафельных трубочек и сливочных помадок на фабрике Рошен в городе Липецке. Даже это до людей не доходит. У них настолько начисто до дистиллята промыт мозг, что они вообще не реагируют ни на какие аргументы логические. Но, возможно, ухудшение условий жизни заставит их подумать в том числе и об этом. Что когда у нас премьер-министр и министр энергетики совершенно спокойно от имени Украины заключают договор по поставке электричества в Крымский федеральный округ, о чем это свидетельствует? О том, что они сдали Крым с потрохами. И что бы они ни не несли на публику, это остается фактом. Поэтому, ну как, врать можно долго. И очень долго народ может принимать на свои мягкие доверчивые уши лапшу в огромных количествах. Но как только наступает стадия переигрыша, все, чары развеиваются. Вон Юля сколько компасировала людям мозги, но стоило ей выехать на Майдан одновременно в едвалидной коляске на 20-сантиметровых каблуках, чары сразу развеялись. То есть вопрос в том, когда хунтята заврутся настолько, что чары развеются даже у самых упоротых. Но тут нельзя предугадать, что люди настолько им верили, настолько верили в то, что они делают что-то благое, они не страну ломают, а к счастью там дорогу тарят, что им надо время, чтобы очухаться от этого дурмана. Зачем обратите внимание, любому нормальному человеку понятно, что когда Стаббендер обещает про нее Васюки, то это бред. Все сидят и смеются над комедией. Но те же самые люди на полном серьезе верили, когда очкастый кролик вещал, что стоит подписать какую-то там бумажку про ассоциацию, и наступит счастье. В пять раз вырастут зарплаты и пенсии, и мы будем жить как в Европе. Вот как вообще в здравом уме можно верить в этот бред? По-моему, байки Стаббендера про Нью Васюки и то более реалистичны. Но люди верили целым Майданам. Так что подождем, пока чары развеются. Это же дело такое, это же как гипноз. Хорошо, пусть через какое-то время развеется. А как должен проявиться этот социальный протест, недовольство? В каких формах? Ну, непонятно. Я больше надеюсь на то, что наши элитки переругаются между собой и натравят друг на друга свои приватные армии. Это более вероятный вариант. Я думаю, что это случится скорее. Сейчас придет траншик, его начнут пилить. Скандалы по поводу распила этого транша МВФ, если он придет, я думаю, вылезут наружу. Потому что это такие жадные и хищные твари, что они не смогут поделить это дело под ковром и все это выплеснется в медиапространство. Вот так. После неудачной военной кампании перед киевской тусовкой по идее должен стоять вопрос о демилитаризации и отчасти об усмирении воинствующего пыла некоторых боевых подразделений. Да вы что? Все впереди. Зачем усмирять их пыл? Лучше их натравить на врагов. Никто никого не собирается усмирять. Всех, кто не утилизировался в котлах, теперь будет натравливать на своих врагов. Утилизировали самых наивных, которые не поняли, что их гонят на убой. Те, кто вышли, те, конечно, поумнели. Кто побывал в плену, поумнели еще сильнее. Но, видите, мобилизация продолжается. Народ продолжают отлавливать, продолжают утилизировать. Возможно, готовится еще там какой-нибудь котел под Мариуполем. Надо же добить остатки пассионариев и перемолоть их на мясо. Потому что что-то мало пяти котлов. Народ даже после пяти котлов не понял, что его гонят на мясо и на убой. Народ по-прежнему верит, что воюет с Россией. Причем, я же говорю, их ничуть не смущает ни депотношения на уровне чрезвычайных и полномочных послов, ни договора о дружбе и сотрудничестве, ни тем более конфетки Рашен с Липецкой фабрики. Вот Путин напал и хоть умри. И объясняет им, не объясняет, что если Путин захочет, он будет в Ужгоре идти через три дня. Не доходит. Вот не доходит и все. Мы победим. За счет чего вы победите? Дорогие товарищи, вы вообще хоть что-нибудь знаете об армии? Да, вот мы волонтеры, мы носки там в армию передавали. Молодцы, умницы. Вот с этим и победите. А каждый, кто призывает к разуму, призывает вообще вспомнить о реальностях, сразу враг, шпион, значит, на содержание ФСБ и вот прокладка Путина. Почему-то вот люди стали массово одноклеточными и не понимают, что вам говорят, что вы никого не победите, потому что у вас нет для этого ресурсов, сколько бы вы не орали. Нет. Не доходит. Спрашиваешь их, сколько еще котлов необходимо, чтобы вы доперли, что наша армия не умеет воевать? Хоть ты умри. По личным вашим ощущениям, количество вот таких упоротых, мирных граждан? Толпы, еще толпы. Еще очень-очень много. А не кажется ли вам, что вот то количество... Неоднократно видела срачи между пенсионерами. Вроде вот пожившие люди. Вот реально стоят и орут друг на друга. Это из-за тебя, твари, что ты на Майдане прыгала, дура, старая бутербродики туда таскала, у нас теперь от пенсии отрезали. Ты посмотри на цены, идиотка, что-то туда поперла старая. Вот, ты прокладка Путина, ты промоскалька, вали из страны, мы потерпим, все будет хорошо, новая власть все сделает как надо. Вот реально люди стоят и ругаются прямо в магазинах, на почтах, сберкассах. И ничего не сделаешь, это шиза. Это просто шиза. И вот старики, старухи готовы убивать друг друга. Одни за Майданное, другие против Майданное. Я не знаю, когда они вообще придут в разум про Майданное, когда они помирятся. Наверное, только когда начнут умирать от голода уже просто полностью физически. А это время не за горой. Вон сейчас новые цены на газ, новые коммунальные платежечки с апреля. Вот, я думаю, что еще уронят курс. Ну и понесется. Причем все летом еще как-то можно с огорода прокормиться. Что будут есть городские пенсионеры, я вообще не представляю. Я уже не вижу пенсионеров в супермаркетах. Наверное, они покупают где-то на других каких-то рынках. Супермаркеты для них уже дорого. Коля, об экономике. Жизнеспособна ли в экономическом плане сегодняшняя Украина вот вне обрамок каких-либо интеграционных экономических объединений? Нет, конечно. Связи разорваны. Было огромное количество связей с территориями теперь ЛНР, ДНР. Все. Лавочка закрылась. Они спокойно переориентируются на Россию. Ростов ближе, чем Киев. Чувствуют себя более-менее нормально. Переориентируются со временем, да и все закончится. На Западе, понятное дело, мы кому-то нужны, как собаке восьмая нога. Это понятно, что мы никаким там нестандартным не соответствуем ничему. Мы там никому не нужны. Там нужно только наше сырье и наши рабы. Больше не нужно ничего. Налог 5-10% на импорт полностью добил импорт. Посмотрите на цены на импортные товары. Когда кончатся последние запасы и последний контрабас, все. По таким ценам никто ничего не будет покупать с таким курсом. Поэтому вот пока еще инерция сохраняется, но скоро-то лавочка закроется. В эту зиму повезло. Стырили у Фирташа 5 миллиардов кубов газа. За счет этого пережили зиму. Зима была самая мягкая за 160 лет. Многие не поняли, что это подарок судьбы и больше он не повторится. Считают, что все нормально, выкрутимся. За счет чего? Простите. Молчат. Неужели кто-то думает, что от кредита МВФ им переводят хоть что-то? Нет, полкредита пойдет на погашение старых долгов, другую половину с коммунизмят хуньят. Все. Что дальше? А вот до госпереворота активно обсуждался вопрос как вхождение в Европейский союз, так и вхождение в таможенный союз. Сейчас это уже Евразийский экономический союз. Так вот, восточный вектор интеграции, по-вашему, он является перспективом для Украины? Я считаю, что мы никуда не должны вступать. Никуда. И ко всем связям относиться исключительно прагматично. Эмоции, любим-не любим, нравится-не нравится, необходимо оставить супружеской койки. А когда речь идет об экономике, только чистый прагматизм. Просто считаем деньги. Мы должны быть нейтральными, развиваться сами и заключать договора со всеми, с кем это выгодно лично нам, не обращая внимания на что-либо другое. Обратите внимание, Европа со своими санкциями, тем не менее, продолжает прекрасно себя чувствовать. Торговые связи с Россией продолжаются. Все нормально. Никто тех санкций даже толком и не чувствует. Потому что люди деньги считают, эмоции по барабану. Какие-то там вопли украинцев, ай-яй-яй, помогите нам побороть Россию, в Европе просто людей смешат. Это ваши проблемы, с кем вы там боретесь. А наши деньги нам дороги. Нет, есть, конечно, там всякие товарищи, которые вякают противоположное, но по факту-то мы имеем все хорошо. Грозились он России SWIFT отключить? Да, конечно, сейчас отключат себе в убыток. Делать им что ли нечего-то? Как показывает практика, логика кадровых назначений на все без исключения высшие государственные посты во всех ветвях власти всецело жит в компетенции посольства Соединенных Штатов. Вот в этой связи существует ли шанс прихода к руководству страны в ближайшие годы хоть сколь-нибудь меняемых людей? Нет, конечно. Откуда? Откуда они возьмутся? Вы посмотрите на этого обрамява еще. Это же чудо-юдо, рыбакит. Его же слушать невозможно, это же цирк. Я слыхала, я резко никак не могла понять, почему СББ должны быть неприбыльными организациями, до нее не могло это дойти. Люди сидели, аж изевали. Откуда эта курица американская выперлась, которая вообще даже не понимает, что здесь вообще творится в стране? Все остальные примерно такого же уровня товарищи. Они понятия не имеют, что здесь происходит. Почему? У нас еще есть принципы. Личная преданность и личные дружки. Можете себе представить, что нацрегулятора по какому-слугам возглавляет 24-летний ссыкун, которого выгнали с Рошена за профнепригодность как менеджера. И ничего. Про сыну Липашинского я вообще молчу. Скандал был феерический. Торговец оружием малолетний. От пацаненок, от которого в соцсетях исключительно какие-то фотки с громосяцким уклоном, у нас будет оружием торговать. Его еще и отмазывают. Это же вообще на уму непостижимо. Вот и все критерии кадровых подборов. А мы вот с вами сидим и анализируем как бы события на Украине, исходя из, скажем так, государствоцентричного подхода к вопросу. Естественно. А правомерен ли он сегодня вот в реалиях глобального капитализма? Может быть стоит подходить к вопросам аналитики с точки зрения крупного капитала, даже скорее банковского капитала, банкократии? Слушайте, все равно здесь живут люди, которые считают эту страну своей. Они хотят ее развивать. Они еще во что-то верят. До них еще просто не дошло, что хунтята заботятся исключительно о собственном кармане и являются ликвидационной комиссией государственности украинской. Но непонятно, что будет, когда это дойдет до основной массы народа. Пока что еще вот люди на полном серьезе верят, что хунтята собираются развивать страну. Я знаю толпы таких людей. То есть говорить с ними языком логики невозможно. Надо только, чтобы они на собственной заднице и на собственном кармане почувствовали, как их кинули. Ну, в конце концов, сколько там? Два года Ющенко протянул, пока его рейтинг не упал до уровня плинтуса. Вот. Я думаю, кролик с Петей протянуть примерно столько же, и даже война не поможет. Потому что, если ты ничего не делаешь, только воруешь и пристраиваешь своих родичей на хлебные должности, и это еще и вылезает наружу, то, понятное дело, долго ты не продержишься. Вопрос только, сколько? Спрашиваешь у людей, вот что сделала новая честная власть полезного? Какие она провела реформы? А в ответ тишина. Ну, ходят слухи, что сейчас попрут репрессии. Якобы составлены расстрельные списки из тысячи человек. Вот. Будут сажать всех, до кого смогут дотянуться, кто не сможет откупиться и удрать. Но я все-таки надеюсь, что эти твари настолько несистемны, что ни украсть, ни посторожить не умеют. И им даже не удастся тоталитарное государство построить по причине их тупости и склочности. Ну, посмотрим. Я думаю, они все-таки постараются как смогут. От кого и от чего в большей степени зависит сегодня будущее украинского народа? От скорости прозрения широких народных масс. Больше ни от чего. Ну, а вообще, если никто не заступится за нас и не захочет здесь все-таки хоть какую-то более-менее вменяемую территорию без войны, без полного Сомали устроить, то, наверное, в это оно и скатится. В конце концов, бельгийцы отлично откатали операцию по уничтожению хутутутси, у них все прекрасно получилось, почему бы им не повторить это то же самое с укропами и колорадами. Какая разница? Это там несколько миллионов людей в Руанде. Да, да, да. Их стравили бельгийцы, причем они же это даже не отрицают. Цивилизованные европейцы. Стравили диких негров и миллионное количество трупов этих несчастных негров. Но теперь 20 лет прошло, они как-то вынуждены продолжать жить друг с другом. В 94-м году, по-моему. Да. Вот прошло 20 лет, я видела репортаж, до сих пор они смотрят друг на друга волками, потому что помнят эту взаимную резину. Я думаю, что у нас будет то же самое. Но у нас народ меньше все-таки склонен к такой взаимной ненависти. Хотя есть и есть прецеденты. Есть люди реально озверевшие. Одни радуются гибели жареных самок Колорадо в Доме профсоюза в Одессе. Другие радуются укропским ублюдкам горелым в аэропорту. Реально просто смотришь на людей и думаешь, что Кибельс был прав. Реально из любого народа имея достаточной мощности ретранслятор, можно сделать стадо садистов, ублюдков и свиней. Стоит их только убедить, что вот мы лучше, чем они. А чем вы лучше, чем они? И хоть ты умри. То есть сделать нелюдей. Да. Ну так я же говорю, это с поля ли-то схема действует. Расскажи, что войну начали они, вон они враги, злодеи и бармалеи, а мы няшечки, котики и правда на нашей стороне. И до них не доходит, что другой стороне труп то же самое. А за спинами всех этих несчастных одурманенных толп договариваются в своих дешевтах и чувствуют себя прекрасно. А каким вам видится выход Украины из хаоса, гражданской войны, банковского беспредела, коллапса экономики и геноцида? Вся эта свора, вся эта свора, я надеюсь, все-таки доконает народ через некоторое время да удерет. Потому что иначе их просто физически прикончат. Это ж уже даже не Янукович, это ж круче. А уже там, кто придет к власти, это уже вопрос. Может повезти, может нет. Может повезет и придут меняемые люди. Все вменяемые люди сейчас сделали паузу, скушали твикс, ждут пока эти твари свалят со стороны с награбленным и готовятся просто их заменить, когда страна будет лежать уже в полных руинах. Больше никаких вообще шансов нет. С этими что-то делать как бы бесполезно. Я думаю, вы там убедились уже все, у кого есть хотя бы пара извили незамутненных. Год люди при власти не сделали ничего вообще, а тут слово вообще ничего. И все равно им еще толпы верят. Вот ждем пока разуверятся, а там посмотрим. И в завершении вопрос. Какие источники информации вы посоветуете людям? Выключить телевизор и выкинуть его на помойку. И никогда его не включать. Искать первоисточники, искать англоязычные и прочие первоисточники, переводить их хотя бы Google Translate, сверять источники информации, проверять, как об одном и том же факте пишут разные ретрансляторы. кардинально ведь разные вещи вещают даже по пятому интеру и по плюсам. Интересоваться, кому принадлежит тот или иной средство массовой информации и уже из этого исходить, почему событие было интерпретировано так, а не иначе. Просто включать мозг. Но ни в коем случае не есть лапшу, которую подают услужливо платные пропагандоны, потому что они за свою готовку получают столько денег, что людям и не снилось. И умудрились таки раскачать страну исключительно парой-тройкой ретрансляторов. Это раньше надо было захватывать почту, телефон, телеграф. Сейчас достаточно иметь пару зомби-телеканалов и народ зазомбируется на отличненько. Включать мозг это всегда главный рецепт в любой ситуации. Если вас дурят, подумайте, зачем и кому это выгодно. Ищите факты, которые противоречат официальной позиции. Это ж нетрудно поинтересоваться агрессор или Россия, залезть на сайт Верховной Рады и посмотреть договор о дружбе и сотрудничестве. Там есть приписочка чинный. О чем еще говорить? Какой агрессор? О чем вы говорите, товарищи?